6 мая на нашем канале состоится прямой эфир с главой города и района Владимиром Ружицким. Уже сейчас вы можете задавать вопросы по действующим телефонам редакции 642-1952 и 642-1950. Далее встречайте программу «Открытый диалог» гость студии, директор ресторана «Семья» Ирина Сычева. Я с вами прощаюсь до понедельника. Смотрите 3 мая в 2015 программу «Патрульный участок». Не пропустите. На этом все. До новых встреч и до свидания. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Открытый диалог» по-прежнему с вами, по-прежнему в нашей студии. Приглашаем интересных людей, которым есть что вам рассказать и, возможно, даже показать. И сегодня, я думаю, не в последний раз мы пригласили в наши гостеприимные пенаты директора и управляющего ресторанов под названием «Семья» Ирину Анатольевну Сычеву. Ирина Анатольевна, здравствуйте. 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 Ирина Анатольевна, сегодня поговорим мы про «Люберсы ресторанные», да? Будем говорить? Будем. Ну, вопрос такой. Около станции «Люберсы-1» есть чебуречные, шашлычные, есть пельменные, есть в «Люберсах Макдональдс», есть куча разных ресторанов, где можно оставить за вечер 200 рублей, где-то 5 тысяч. Вот вы заняли свою нишу. Как вы считаете, она у вас надолго, прочно? Ну, мы думаем, что да. В общем-то, мы развиваемся. Из-за того, что мы развиваемся, мы в этом году открыли второй ресторан. И, в общем-то, есть планы открытия третий. Ну, когда у человека появляется идея открытия ресторана, ему нужно, ну, я говорю по Москве, пойти в Управу, пойти в ГУИС, пойти в ДЭС, пойти в префектуру, землеотвод, еще что-то. Это же проблематично, открыть ресторан. Да, это сложно. Ну, вот нам как-то повезло в этом городе. У нас вот хорошо приняли, по-доброму, и все у нас получилось. То есть, для меня особой сложности это не составляло. То есть, как бы администрация не препятствовала, а помогала открыть ресторан. Поэтому для нас это не было существенной проблемой. Ну, как-то рынок вы изучали? Да. Ну, чего не хватает выборцев? Может быть, вкусным шашлыка или, не знаю, долма? Нет, вот я, когда мы открывали ресторанный бизнес, конечно, просто сначала думали, как ресторан, живая музыка, хорошо покушать, просто провести время. А потом я поняла, что сегодня очень много у нас общепита разного направления, очень много восточной кухни, которая, в общем-то, заселила наш город. И поэтому мы ставили на то, чтобы был у нас драйв, чтобы люди могли просто прийти и провести время отдохнуть. Поэтому у нас в течение дня идет просто посадка на ланч. Вечером у нас ресторанная музыка, живая музыка. У нас несколько коллективов работает, причем мы выбирали именно хорошие коллективы. Вот у нас играет заслуженный артист, очень хорошо поет. А уже к вечеру у нас пятницу-субботу ночная дискотека, и мы по пятницам-субботам ставим шоу-программу, что очень нравится людям, потому что хочется не только покушать, а хорошо время провести. Поэтому мы выбрали очень хорошие коллективы, большие, маленькие. То есть у нас и бальные танцы, и ретро танцуют. И вот сейчас мы взяли девочку-профессионалку, очень хорошую. Она танцует танец живота, она просто великолепна. Все это костюмировано, красиво. Людям нравится, и мы в этом направлении работаем. Ирина Анатольевна, ну как ресторатор, уже опытный бывалый, есть такие места на карте города Москвы, которые называются Черными. Ну плохая там аура. Я знаю одного человека, который вложил большие деньги в открытие ресторана. У него хорошие музыканты, великолепная кухня, великолепная обстановка. Общищаемость нулевая. Могу ли сглазили, что ли, или порчу навели? Ну, наверное, есть. Очень много, конечно, зависит вообще, ну как вот в народе говорят, от того, как себя зарекомендуешь. И, наверное, есть. Сейчас очень большой интернет, поэтому могут писать целенаправленно. Вот я когда говорю, что если плохо пишут, то значит, это кому-то мешает. Я очень мало верю, что человек придет домой, сядет и будет писать. В основном для этого есть книга жала, потом можно вызвать администрацию. И если это не просвечивается нигде у администрации, вдруг появляется какая-то грязь, то это просто как бы такой пиар. Ну, вы знаете, вот из практики он работает лучше. Черный пер? Да. А вот когда начинают писать все хорошо-хорошо, как-то вот почему-то... Вот ко мне приходил недавно банкет и говорит, вот мы что-то в интернете прочитали. И вот нас так как бы мы вот подумали, что это вот специально сделали. Поэтому мы к вам пришли. И вот сейчас третий раз они опять приходят к нам. Сегодня во время нашей беседы вы много раз сказали слово «драйв». Это обязательно составляющая ресторана? Ну, вот вы знаете, появились в Москве и в области клуба. То есть и вот там же тоже основные люди идут, им хочется настроения, им хочется сбросить эту вот рабочую неделю, им хочется, ну, как-то себя почувствовать, получить потенциал на следующую неделю получить. Вот. И поэтому вот мне кажется, что да, что должно уже присутствовать вот сегодня в ресторане не только покушать, а именно поднятие настроения, вот, хорошего потенциала вот на будущее. Я разговаривал с одним ресторатором, он часто инкогнито ходит по разным ресторанам и что-то там высматривает. Ну, бывает у вас такое? Да. Тоже я очень часто хожу, очень часто ездю. Вот я только что приехала, опять ездила в Квыс на итальянском корабле. И основной было, я ходила по ресторанам и фотографировала, и смотрела интерьеры, смотрела, как у них продвигается. И когда мы открывали этот ресторан вот в Светофоре, я ездила в Европу, и, в общем-то, там взяла некоторые моменты, которые вот даже в работе просто там, кухня, официанток им очень пригодились. Значит, у вас на кухне работает шеф-повар итальянский Марсану Пали? Ну, нет, на кухне работают простые повара. У нас просто именно русская кухня, и у нас любой русский повар хорошо работает. Вот, и мы как бы основные наши блюда, у нас очень часто банкет, это вот именно наши русские поросята, осетры, то есть традиционная русская кухня. Мы на этом, у нас как раз меньше вот итальянских макаронов, там, шашлыков, мы больше держимся за русскую кухню. Если к вам вечером придет человек, скажет, я хочу растягай, кулебяку, щи, борщ и запеканку. Не вопрос. В ресторане в этом сложность только в одном, что должна быть калькуляция, и определенно правильно ценовая политика. Вот, и приготовить можно все. Другой вопрос, как быстро это обсчитать, и как ему объяснить, что себестоимость этого продукта стоит столько. А приготовить блюдо в ресторане хороший повар может любую. Пришел вечером человек к вам в ресторан, присел, сколько он может оставить, максимально или минимально? Ну, я вот могу сказать вам, что минимально купить пиво и посидеть за стойкой бара. Ну, когда в ресторан, я знаю, приходит человек и заказывает пиво, сидит целый вечер, на него управляющий, директор смотрит косо, потому что он занимает целое место. Ну, у нас за столом вот пиво не заказывают, потому что у нас контактная стойка бара. Это очень хорошо. То есть, если человек пришел именно выпить пиво или выпить коктейль какой-то, то он может подойти к стойке бара и просидеть весь вечер. То есть, мы клиентов, ну, как бы создаем им условия, чтобы у них был такой момент. За стол, если садятся, то, конечно, все заказывают по меню. Нет у нас минимального и максимального, даже при банкетах. Вот меня часто приходят с вашего, говорят, вот ваша сумма банкетов. Вот мы ездим по ресторанам Люберцы, вот нам дают меню и говорят, вот это надо заказать. То есть, мы не придерживаемся. Вот я могу сказать, я аналитику проводила. Самая дешевая свадьба была 650 рублей с человека. Самая дорогая была 6,5 тысяч человека. Но это себестоимость. То есть, у нас есть и тамада, у нас есть и шоу-программа. У нас есть и голуби на балконе. Поэтому вот с этого определяется, ну, вот, да, вот это вот слово советских времен. А вот, а так, ну, любую сумму мы принимаем заказы в зависимости от того, у кого, какие возможности. Тем более, у нас несколько залов. У нас как бы это... 650 рублей на человека, наверное, приносили салаты и спиртной с собой. Нет, вы знаете, это была свадьба с общежития, ребята. Безалкогольная? Нет, они пришли с общежития и говорят, что нам главное, чтобы было первое и салат. Мы сразу перво приедем, поедим, салатиком закусим. И все, и нам вот главное повеселиться. Ну, негде. И, говорят, нас никуда не пускают. Мы их, конечно, пустили. И, в общем-то, и они, и мы остались довольны. Даже если люди не оставляют много денег, но вот, как вы говорите, они оставляют хорошую ауру, это уже приятно. Я всегда говорю своим сотрудникам, что мы работаем в празднике. К нам приходят люди, представляете себе, сколько у нас свадеб, сколько у нас праздников, сколько у нас счастливых лиц. Это же здорово. Бывает такое, что оставляют благодарность повару? Да, бывает. Бывает, вызывают повара, оставляют благодарность. В книге «Жалобы о предложении» пишут, очень просим там, как бы, отметить повара. Да, безусловно. Откуда вы их переманивали? Вы знаете, мы вот как-то не переманивали. Мы, когда открыли свой ресторан, нам просто повезло. Мы с Москвы, с центрального ресторана взяли повара на открытие. Переманили? Там мы ликвидировали ресторан. Мы их нашли, мы у них покупали частично оборудование. И с оборудованием к нам попал повар. И она вот как поставила кухню, то есть изначально. А потом она у нас ушла, решила открыть свой ресторан. Но вот эту кухню уже было все сделано, все просчитано. И потом мы брали поваров. И не они нас учили, а мы их учили, как это должно быть у нас. И как бы вот это вот наше, так сказать, осталось до сих пор, именно то, как было заложено. То есть вот они приходят и сразу смотрят наши технологические карты и по ним начинают готовиться. Если взять советские времена и сейчас, современные, не знаю, капиталистические, посткоммунистические, люди в рестораны до чего приходят? Раньше это был поход раз в год, наряжались, галстук, белая рубашка обязательно накрахмаленная. Сейчас? Ну, сейчас люди приходят. Во-первых, приходят, сейчас как-то стало больше принято отмечать день рождения, какие-то семейные праздники, детские праздники. С удовольствием приходят. В светофоре вообще-то практикуются, потому что там прекрасная детская зона. И после детской зоны, после того, как устроили детям какой-то праздник, родители с удовольствием спускаются к нам с детьми. Потом мы сами у нас выпечка очень хорошая, у нас есть кондитерский цех. Поэтому мы сначала делали торта на заказ для свадеб, а сейчас это вообще на детские праздники стало практиковаться. Вот поэтому какие-то семейные торжества, их приходят отмечать в ресторан. И вот знаете, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот мы назвали семья просто чисто с того, что у нас на тот момент в семье было семь человек. А получилось, что люди пошли сюда именно с семейными праздниками. И приходят просто провести время, вечер, вот именно как бы посидеть с хорошими напитками, послушать музыку, потанцевать. Ирина Анатольевна, сегодня вы много рассказывали про свои рестораны. Все у вас есть, а чего у вас не хватает? Есть такое что? Времени. Этого у нас пока нет. Времени. Помимо этого. Помимо этого. Ну не знаю, мне вот катастрофически не хватает времени, потому что семья большая. Мне хочется больше уделять время своей семье. А вот с такой работой как бы все это поглощается. Остальное у меня как бы в жизни бизнес у меня свой. Дом у меня свой, семья у меня большая. Внуки есть, муж есть. В общем-то я своей жизнью довольна. Ирина Анатольевна, я в свое время закончил кулинарный техникум, повар пятого разряда. Стоит ли мне открывать ресторан в Люберцах? Или это головная боль? Лучше заниматься своим делом. Ой, вы знаете, вот когда меня спрашивают все-таки, что в бизнесе, в ресторанном самое сложное, то я всегда говорю, самое сложное – это команда. Да, если есть хорошая команда, на кого опереться, а почему бы нет? Ну, а так вот, если начинать все, пока она подберется, это столько сил, столько нервов, столько времени, что, наверное, сегодня бы я уже не стала ничего открывать. Ну, тем не менее, давайте наших телезрителей пригласим в рестораны «Семья». День располагается для тех, кто в Люберцах впервые включил нашу телепрограмму. Ну, один ресторан у нас наш, центральный, находится улица Красногорская, дом Одина, это с другой стороны Наташинских прудов к железной дороге. Там у нас несколько банкетных залов, и там мы в основном проводим свадьбы, семейные торжества. При закрытых дверях, то есть там мы можем закрываться. Второй ресторан у нас в торговом центре «Светофор». Мы работаем на всех клиентов, двери мы закрывать не можем, но также мы можем проводить там какие-то семейные праздники, просто посадку, прийти, покушать, провести время. Мы всегда рады видеть жителей Люберецкого района у нас, и если какие вопросы, прощайтесь к нам. У Люберцах очень много молодежи, которые любят по вечерам потанцевать. Дискотеки есть у вас? Да, мы сделали сейчас, у нас была дискотека на Красной Горке, но вот сейчас мы ее как бы сделаем, там ремонт, потому что все в жизни меняется. Вот в том году мы не смогли сделать, потому что мы открывали светофор, сейчас мы как бы делаем ремонт, но временно мы их перевели в банкетный зал на второй этаж, и они там проводят время. В светофоре у нас тоже дискотека, там немножко другое направление, попса. Ну, как бы мы уже посмотрели, что там нужно, потому что мы открылись только в ноябре. Сейчас мы закупаем тоже туда хорошее музыкальное оборудование, и к осени будем развивать, в общем-то, эту линию очень серьезно. Ну, давайте, Ирина Анатольевна, до осени с вами еще встречаться, потому что вам будет что сказать, ресторанный бизнес всегда динамично развивается. И спасибо большое, что в гости пришли. Уважаемые телезрители, приходите, вас всегда накормят. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова